Уважаемые коллеги, здравствуйте! Рады вас приветствовать на четвертом заседании междисциплинарной секции научно-образовательного кружка. Сегодня в программе. Как всегда, вы вначале увидите новости, после новостей вас ждет два интереснейших доклада. Во-первых, наши коллеги из Кемерово активно включились к вопросу о роли интернета, улучшении качества оказания медицинской помощи и представили свою научную работу нам в виде презентации. Далее мы сегодня планируем встретиться с проктологами, где узнаем основы проктологии, и они нам расскажут об их интересной специальности. Итак, уважаемые коллеги, сейчас мы с вами начинаем слушать новости. Итак, ждем Дину Маратовну. Итак, пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. В эфире новости. Энергетики с алкоголем опасны для здоровья. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета. На группе студентов им удалось установить, что употребление энергетиков, содержащих алкоголь, не только повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но и увеличивает шансы стать алкоголиками. Ученые намерены научно доказать пользу японской диеты. В этом им помогут медики, которые будут отслеживать состояние здоровья 10 тысяч испытуемых длительное время питающихся блюдами японской кухни. Может ли наличие семьи каким-либо образом повлиять на течение онкологического заболевания? Этим вопросом задались специалисты из Института рака Даны Фебер. Они обнаружили следующие интересные факты. Онкобольные семьей в среднем живут дольше одиночек, состоящие в браке, на 17% реже страдали метастатическим раком. К тому же, одинокие люди теряли свой шанс на успешное лечение, поскольку в 53% случаев слишком поздно обращались к специалистам. Очевидно, что вторая половинка заставила бы их сделать это намного раньше. Таким образом, близкое окружение играет немаловажную роль в течение онкологических заболеваний. Команда бывшего советника правительства по вопросам наркомании профессора Дэвида Натта из Королевского колледжа Лондона находится на пороке создания таблетированного препарата эффектом, заменяющего спиртное. Новый препарат будет воздействовать непосредственно на отделы мозга, отвечающие за получение удовольствия и состояние расслабленности, но при этом не обладают токсичностью. Самое приятное, что расслабившись, человек сможет сразу же приступить к работе или даже вернуться домой на машине. Это возможно благодаря наличию препарата антидота или противоядия. Приняв такой препарат, можно почти мгновенно избавиться от ощущения опьянения. Группа исследователей из нескольких медицинских центров в Барселоне сумели в лабораторных условиях создать человеческую почку из стволовых клеток. Стоит отметить, что в данном случае речь не идет о полноразмерном человеческом органе. Была создана трехмерная структура, которая обладает всеми признаками почечной ткани. Ученые использовали для этих целей так называемые эмбриональные стволовые клетки, взятые у рожениц. Их соединили с клетками человека, страдающего от болезни почек и нуждающегося в пересадке. За четыре дня был получен зародыш, который в будущем может развиться в полноценный орган. Принципиальное преимущество подобных почек заключается в том, что отсутствует риск их отторжения, что позволит открыть новые горизонты в области трансплантологии. Ученые Федерального центра вирусологии «Вектор», находящегося в Новосибирске, обнаружили новый вариант вируса иммунодефицита человека ВИЧ, который может стать наиболее жизнеспособным, а поэтому и наиболее опасным, из всех ранее известных и зафиксированных в России. Вирус иммунодефицита обладает тем свойством, что разные его варианты, попадая в организм человека, обмениваются друг с другом своим генетическим материалом. В процессе такой рекомбинации образуются новые формы вируса. Получившийся таким образом вариант ВИЧ-1 быстро распространяется. Присутствие этой формы зафиксировано не только в Сибири, но и в Чеченской Республике, Киргизии и Казахстане. The Times of India опубликовала занимательные данные о том, что женщины в среднем тратят на беспокойство о собственной внешности по 12 часов и 4 минуты в неделю, что составляет практически один месяц в год. Для примера, страх набрать лишний вес из них занимает около 1 часа 46 минут, подбор одежды 50 часов, подбор аксессуаров 1,5 часа и т.д. о старении представительницы прекрасного пола в возрасте от 35 до 69 лет думают более 36 раз в день. Спасибо за внимание. Дорогие коллеги, хочу рассказать вам о том, что наши товарищи из Кемерово активно включились в работу по роли интернета в улучшении качества оказания медицинской помощи. И сегодня мы представляем вам доклад доктора Шамина из Кемерово о его опыте применения интерактивных технологий в улучшении качества оказания медицинской помощи населению. Итак, внимание на экран. Опыт применения современных информационных технологий в работе амбулаторного уролога. Вопрос выживания нашей страны в современном мире напрямую связана с модернизацией и технологическим обновлением всей производственной сферы, в том числе и в медицине, так как она была и остается одной из приоритетных задач развития общества. Ключевым звеном для выхода России на новый технологический уровень в сфере здравоохранения является внедрение новейших медицинских и информационных технологий, а также современных методов профилактики и лечения заболеваний, в первую очередь тех, которые являются наиболее распространенными причинами потери здоровья и смертности. В настоящее время многие страны приступили к реализации программ по созданию единого информационного пространства в сфере здравоохранения и социального развития. Например, в Великобритании реализуется программа с общим объемом инвестиций 25 миллиардов долларов до 2014 года. В Германии дают оценку экономии расходов при переходе на электронное здравоохранение в размере до 30% от имеющихся затрат. В Соединенных Штатах Америки общие потребности в инвестиции в электронную медицину на ближайшие десятилетия оцениваются по разным оценкам от 21,6 до 43,2 миллиарда долларов. В результате прогнозируется экономия затрат на здравоохранение до 77 миллиардов долларов. Несмотря на то, что в Российской Федерации разработка и реализация программ информатизации здравоохранения ведется с 1992 года, объем инвестиций до сих пор не определен. Учитывая, что в настоящее время отсутствуют официальные результаты диспансеризации в Российской Федерации за 2013 год, в качестве актуальности темы привожу данные диспансеризации 2009 года, согласно которой более половины россиян нуждаются в амбулаторном лечении, причем заболевания органов мочеполовой системы занимают третье место в общей структуре заболеваемости. Абсолютное число зарегистрированных больных с заболеваниями органов мочеполовой системы в Российской Федерации с 2002 по 2009 годы увеличилось более чем на 25%, а при расчете на тысячу населения на 30%. Эти цифры красноречиво говорят о необходимости развития амбулаторной урологической службы. Порядок оказания медицинской помощи больным с урологическими заболеваниями регламентирован приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации номер 966Н от 8 декабря 2009 года. Согласно этого приказа, в городе Кемерово, исходя из численности населения 512 тысяч человек, должно быть оборудовано 26 урологических кабинетов. Стоимость одного кабинета составляет 63 тысячи долларов. Стоимость 26 кабинетов составит 50 миллионов рублей. К сожалению, этот приказ оторван от реальности и не базируется на достоверных данных о состоянии здравоохранения. Если представить с одной стороны потребность в амбулаторной помощи, а с другой объем финансирования, то получаются две пирамиды. Базисом одной является амбулаторная помощь, а базисом второй объем финансирования, только в перевернутом виде. Еще в 2012 году предыдущий министр здравоохранения Татьяна Голикова на открытии конференции «Медицинское образование-2012» отмечало, что дефицит кадров здравоохранения России на сегодняшний день составляет 152,8 тысячи человек. В амбулаторном звене дефицит составляет 187,5 тысячи человек, а в стационарном звене существует переизбытый кадров, который составляет 34,7 тысячи человек. Ситуация в городе Кемерово не отличается от ситуации в общем по России, и дефицит амбулаторных урологов составляет порядка 85%. Среди организационных проблем амбулаторного приема могу отметить наличие непрофильных пациентов, на которые приходится порой до 30%, недообследованные пациенты и совпадение времени работы поликлиник со времени работы пациентов. Предлагаю рассмотреть схему маршрута пациента на примере пациента с купированной почечной коликой в бежурном стационаре. Для того, чтобы пациенту получить качественно специализированную помощь, ему придется пройти немалый путь. Первое. Записаться к участковому врачу. Затем прийти на прием к участковому терапевту. Получить направление на общие анализы. Получить талоны на анализы. Затем записаться к участковому терапевту с результатами. Получить от участкового терапевта направление к урологу. Прийти на прием. Получить направление на экстритурную урографию. Записаться на урографию. Выполнить экстритурную урографию. Записаться на прием к урологу. Прийти на прием. И все это происходит в разные дни. И, конечно, такая затянутая череда событий отдаляет от пациента качественную специализированную медицинскую помощь. И в настоящем сообщении хочу представить материал, посвященный анализу первого опыта использования современных информационных технологий для повышения качества и доступности специализированной медицинской помощи амбулаторного врача-уролога. Компьютерная техника прочно вошла в нашу жизнь, и медицина не является исключением. Тем не менее, в большинстве случаев возможности компьютеров реализуются лишь в малой степени, редко выходя за рамки шикарной пишущей машинки. Такие же направления применения компьютеров в медицине вполне реальны для любого или почти любого лечебного учреждения или конкретно взятого специалиста. Разработанная нами модель взаимодействия между структурными подразделениями первичной амбулаторной помощи и консультативным центром клинической городской больницы номер 1 такова. В структурном подразделении пациент обращается к врачу-терапевту или хирургу с жалобами об условленными заболеваниями органов мочеполовой системы. Врач, связанный со специалистом-урологом консультативного центра больницы, четко за 1-2 минуты докладывает основные синдромы пациента и согласует с врачом-специалистом объем необходимого обследования, принципиальную тактику ведения больного и время предстоящей консультации специалиста-уролога консультативного центра. И заполняет первичный документ, отправляя его по электронной почте. В результате пациент, приходя к врачу-специалисту, с максимально возможным обследованием, что позволяет врачу определить тактику лечения, дать адекватные рекомендации и избавляет пациента от 2-3 дополнительных посещений поликлиники. Если компетенции или возможности врача-специалиста недостаточно, он может обратиться при помощи скайп к врачу-урологу стационара города, к ведущим российским или зарубежным специалистам. На слайде представлена электронная рабочая форма бланка обследования. Эта модель была представлена нами на международной выставке Medintex ExpoCB в 2012 году и завоевала золотую медаль. Материал исследования составили 120 опрошенных пациентов в поликлинике номер 10 города Кемера в 2011 году, в среднем возрасте которых 23 плюс-минус 1,9 лет. 157 опрошенных пациентов в 2012 году, в среднем возрасте которых составил 22 плюс-минус 2,3 года, и 314 пациентов, опрошенных в 2013 году, в среднем возрасте которых 26 плюс-минус 3,7 лет. В городе Кемеру с 2011 года используется система онлайн-консультирования. Анализируя общую структуру консультаций с ноября 2011 по октябрь 2013 года, видно, что доля онлайн-консультаций увеличилась с 5% на конец 2011 года до 23% на конец 2013 года, что свидетельствует о возросшем доверии к новой форме проведения консультаций пациентов врачами-урологами. На слайде представлены сравнительные результаты анкетирования пациентов в поликлинике номер 10 2011 по 2013 года. Если сравнить 2011 и 2013 года, то в динамике уровень информированности о предоставляемой услуге онлайн-консультирования в 2013 году достиг 53%, что по сравнению с 2011 года в два раза превышает. Доступность урологического приема в течение 1-2 дней отмечает 29% опрошенных, а в течение 1-2 недель 67%, что по сравнению с предыдущим годом больше на 9%, а в сравнении с 2011 годом на 26%. Недоступным урологический прием считают лишь 4% пациентов. Из преимуществ онлайн-консультирования 83% анкетируемых отметили экономию времени, 77% возможность прямого контакта врач-пациент и 54% получение полноценных рекомендаций в доступной форме. К вопросу о перспективности развития системы онлайн-консультирования урологических больных. 83% считают направление онлайн-консультирования перспективным, 14% сомневаются, и лишь 3% это направление кажется не перспективным. Анализ структуры обращаемости по заболеваниям в 2013 году еще не проводился, поэтому представляю материал за период с сентября 2011 года по февраль 2012 года, который показал, что на долю инфекции мочеполовой системы приходится около 40%, 39%, а доля аномалий развития составила 17,3%. Мочекаменная болезнь 15,3%, брикоцели 13,3%, фимоз 11,2%, и на долю травм пришлось чуть более 3%. И подводя некий итог своего сообщения, хотелось бы подчеркнуть, каковы же основные преимущества внедрения современных информационных технологий в работу врачей амбулаторного звена. Для пациента это приближение специализированной помощи, экономия времени при получении консультации, возможность прямого контакта врач-пациент, полноценные рекомендации в доступной форме. Для врача это стандартизация подходов к лечению и ведению документации, динамический мониторинг процесса лечения, консультации с ведущими специалистами, повышение профессионального уровня. И в заключение сделаю следующие выводы. Во внедрении современных информационных технологий в работу амбулаторной сети перспективно. С точки зрения пациентов, преимуществом этой формы работы относятся экономия времени, прямой контакт врач-пациент и доступная форма предоставляемой информации. С точки зрения врача, эта форма работы позволяет разработать стандарты подходов к лечению и ведению документации, проводить динамический мониторинг процесса лечения и дает возможность консультации с коллегами. В результате повышается качество и доступной специализированной медицинской помощи. И свое выступление хотелось бы завершить словами президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Немалые резервы повышения качества медицинского обслуживания связаны с улучшением его организации. В большинстве случаев амбулаторное лечение комфортнее для пациента и дешевле для государства. Недаром в экономически развитых странах его доля в составе медицинской помощи намного выше, чем у нас. Благодарю за внимание. Сегодня к нам в гости пришли коллапрактологи, а именно Инна Андреевна Тулина. Она представляет кафедру коллапрактологии и эндоскопической хирургии Первого государственного медицинского университета имени Сечина. Итак, сегодняшнее выступление будет хирургической коллапрактологией. Итак, Инна Андреевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня будет небольшой вводный экскурс про то, что такое коллапрактология, почему это важно, почему это для нас интересно. Может быть, для кого-то из вас тоже станет чем-то интересным в жизни, кто-то узнает для себя что-то новое. Это не будет такая научная или какая-то лекция про достижения коллапрактологии. Это такой небольшой экскурс про какие-то важные вехи, про то, чем интересным сейчас занимаются врачи-хирурги-коллапрактологи. Если обратиться к истокам названия данной специальности, то коллапрактология можно разделить на два слова латинского происхождения. Колон – это ободочная кишка, прокта – прямая кишка. То есть, соответственно, коллапрактология занимается заболеваниями всей толстой кишки, ободочной и прямой кишки, а также анальным каналом и промежностью. Всего в сферу деятельности врачей-коллапрактологов входят больше двухсот заболеваний различного профиля. Это различные аномалии развития, это опухолевые и неопухолевые заболевания, функциональные нарушения, различные воспалительные заболевания, как ясные теологии, так и неспецифические воспалительные. И, конечно, большой пласт – это общепрактологические заболевания, которые в первую очередь ассоциируются с врачами-коллапрактологами, такие как геморрой, анальные трещины, эпителиально-копчиковый ход, парапрактиты и так далее. Но далеко это не полный список. Коллапрактология – довольно-таки обширная наука. И можно сказать, что впервые истоки коллапрактологии зародились, конечно, достаточно давно. Еще известно, что Гиппократ лечил геморрой при сжигании каленым железом. Но именно как такая хирургическая наука, можно сказать, что в начале этого века со времени, когда открылась первая специализированная клиника в мире, которая была ориентирована на лечение заболеваний толстой и прямой кишки. Это клиника Святого Марка, которая открылась в 1935 году в Лондоне. И основной ее целью – это было лечение всех слоев населения, не только тех, кто мог себе это позволить, то есть богатые люди, но также и достаточно бедные люди. И в основном они лечили заболевания промежности, в частности, аноректальные свищи. И по сей день клиника Святого Марка – это такая некая мекка для врачей-коллапрактологов со всего мира, куда они стараются приезжать за какими-то, чтобы увидеть достижения мировой коллапрактологии, увидеть ее истоки. Ну и это такой эпицентр развития коллапрактологии в сегодняшнем мире. Что такое аноректальный свищ? Это соединение между анальным каналом и кожей промежности, которое может быть различным по уровню, затрагивать различные структуры в анальном канале. Это то, с чего начиналась хирургическая коллапрактология в клинике Святого Марка. Если раньше основным методом лечения это было только рассечение данных свищей, и дальше рано заживало фактически вторичным натяжением, то если мы сейчас возьмем такую небольшую спираль эволюции, то на сегодняшнем уровне существует огромное число современных методов лечения, которые связаны с развитием не только хирургии, но и парой таких медицинских отраслей, таких как химия, биология. В частности, применяются специальные элеганты. В частности, здесь показано использование фибринового клея. Это специальная субстанция, которая заполняет канал аноректального свища и способствует его заживлению без использования таких травматичных хирургических методов. Или другой вариант – это использование таких фибриновых так называемых пробок, которые также заполняют полость аноректальных свищей, и приводят к их спонтанному закрытию без применения операций, которые могут привести к недостаточности анального сфинктера. Следующим витком эволюции, который мы можем увидеть на примере развития современной коллапрактологии, это опять-таки эволюция хирургического лечения геморроя. И здесь на этих рисунках вы можете видеть, как это происходило не очень давно. В древности, в средние века это все были такие достаточно простые методы. Как я уже говорила, начиналось все с каленого железа, с применения пиявок, в общем, различные воздействия на заболевания, которые сейчас являются одним из самых главных в жизни многих коллапрактологов. И известно даже, что еще имеются предположения, что Наполеон проиграл свою главную битву с Россией именно из-за того, что у него воспалился геморрой, и он не смог адекватно руководить полем сражения. Но этот факт требует, конечно, подтверждения, остается пока только догадкой. Но известно, что практически более половины населения нашей земли, и больше это связано с высокоурбанистическими нациями, имеют те или иные проявления геморроя. Соответственно, это большая область деятельности для врачей-коллапрактологов, ну и для хирургов, которые также занимаются этим. И если опять-таки вернуться к истокам, существует легенда о святом Фиакре, который был впоследствии канонизирован. Это покровитель садоводов, огородников. Это человек, который жил отшельником и возделывал землю. И существует такая легенда, что однажды он пошел в чистое поле и стал его возделывать. И получил разрешение от короля той местности. Это была Франция, где-то в районе Эльзаса. Получил одобрение, что если он вскопает ту площадь земли, которую он вскопает и обработает за одну ночь, то отойдет в его собственное пользование, под сад, огород, под те нужды, которые ему были нужны. И он так тяжело работал, так усердно старался все эти сутки, что у него возникло обострение геморроидальной болезни. Ну и что делать? Это был практически святой человек, он очень верил в Бога. И он присел на камушек и стал усердно молиться за то, чтобы эта болезнь у него прошла. Ну и, конечно же, так это все и случилось. И с тех пор на этот самый камушек, на который присел этот святой человек, приезжают сотни паломников в надежде на то, что они излечатся от этой злосчастной болезни, которая досаждает им в повседневной жизни. Но мы, как хирурги-колопрактологи, имеем более эффективные методы воздействия на данное заболевание, которые позволяют многим людям навсегда забыть про него. И если говорить про геморрой, то сейчас, в отличие от прошлых веков, мы знаем про этиологию заболевания намного больше, мы его можем делить и в зависимости от различных стадий, от видов геморроя назначать эффективное лечение. И если такой небольшой экскурс в это сделать, то геморрой, во-первых, делится на наружный и внутренний. Это не связано с тем, что узлы, которые находятся внутри, выходят наружу, поэтому он становится наружным. На самом деле человек рождается с геморроидальными узлами, с двумя группами геморроидальных узлов. Одни из них находятся внутри анального канала, под эпителиальной выстилкой анального канала. Другая группа геморроидальных узлов, здесь они на рисунке обозначены синим, находятся под кожей. Это изначально разные группы. Одна группа – внутренние геморроидальные узлы, другая группа – наружные геморроидальные узлы. Если происходит тромбоз в наружно-геморроидальных узлах, Эта болезнь называется наружный геморрой или острый тромбоз геморроидальных, наружных геморроидальных узлов. Если какая-то проблема случается с внутренними геморроидальными узлами, чаще всего это их увеличение под воздействием, условно говоря, неправильного образа жизни. Это сидячий образ жизни, когда нарушается из них отток. Опять-таки может возникать тромбоз, воспаление, выпадение, кровотечение из этих внутренних геморроидальных узлов. Эта болезнь называется хронический геморрой или внутренний геморрой. Соответственно, и лечение при этих заболеваниях, фактически различных заболеваниях, будет разное. Если при наружном геморрое можно этот тромбик удалить, если это в первые двое суток случается после тромбоза, и на этом лечение заканчивается, то при хроническом геморрое лечение может быть достаточно разнообразным и очень разным по эффективности. Как вы видите, при такой стадии геморроя могут применяться разные методы лечения, не все из них будут равноэффективны. Иногда мы сталкиваемся с такими болячками, с которыми пациенты живут на протяжении достаточно длительного периода жизни и как-то справляются с этим, пока им это все не надоедает. Опять-таки, возвращаясь к классификации, геморроидальные узлы делятся на различные по расположению. Чаще всего мы можем видеть три группы внутренних геморроидальных узлов, которые, если их разделить по условному циферблату, находятся на 3-7-11 часах. И очень часто встречаются дополнительные геморроидальные узлы. По поводу медикаментозного лечения вы видите, насколько сейчас оно разнообразно. И если вы пойдете в любую аптеку, вы можете практически со всем этим столкнуться. И опять-таки, здесь не стоит руководствоваться тем, что лечиться можно тем, что первое попалось под руку или тем, что посоветовали в аптеке. Все эти средства направлены на лечение различных стадий, различных вариантов геморроидальной болезни. Это очень важно знать и необходимо учитывать при выборе того или иного метода лечения. В идеале, конечно, лечение должен назначать врач-колопрактолог. Но если вы имеете какие-то базовые представления о патогенезе этого заболевания, то, в принципе, вы можете и сами это сделать и оказать какую-то эффективную помощь себе или своим близким, или тому, кто к вам за этим обратился. Так выглядит процедура удаления тромба из наружного геморроидального узла, которая может производиться под местной анестезией и очень эффективна. То есть боль и дискомфорт сразу же проходят у пациента. Это один из методов малоинвазивного лечения хронического внутреннего геморроя, так называемое легирование латексными кольцами. Для этого используется специальный аппарат, который набрасывает колечки латексные на ножку геморроидального узла, пережимает его часть, и через какое-то время, обычно это 7-10 дней, эта пережатая часть, она, соответственно, перестает кровоснабжаться, она некротизируется и самоудаляется. И таким образом не происходит радикального лечения геморроя, но большая часть геморроидальных узлов, она как бы редуцируется. Эта мера достаточно эффективна, но в непродолжительном времени, где-то через год, пациент может вернуться опять с симптомами геморроя. Опять-таки, наука не стоит на месте. В 1995 году японский ученый один предложил использовать метод целевого прошивания геморроидальных артерий, то есть те артерии, которые питают внутренние геморроидальные узлы, и делать это не просто так на глаз, а делать под контролем Доплера. То есть в аноскоп встроен специальный датчик, который точно определяет место расположения питающей артерии, и обычным иглодержателем, обычной иголкой эта артерия прошивается, таким образом уменьшается кровоток в нужном нам узле, и, соответственно, пациент в дальнейшем, возможно, ну и практически где-то в 70-80% случаев чувствует себя намного лучше, симптомы у него уменьшаются. Это вот картинки, как это может выглядеть. И плюс еще делается такой, мы называем это лифтинг узла, то есть обвивным швом он подшивается, уменьшаются симптомы пролапса. Ну и самым радикальным методом лечения, который применяется уже достаточно длительное время, как только стало возможным проведение операции в ассептических условиях с хорошими исходами, это геморроидоктомия. Это полное удаление ткани внутренних и зачастую наружных геморроидальных узлов, так как на больших стадиях они сливаются как бы в единое целое. И различают два вида геморроидоктомии, это открытая и закрытая. Принцип удаления геморроидальных узлов практически одинаковый, разница только в том, как обрабатываются раны после того, как узлы уже удалены. При открытой геморроидоктомии они остаются открытыми и заживают вторично. При закрытой геморроидоктомии они частично либо полностью ушиваются. В принципе, функционально и по исходу лечения разницы между ними практически никакой нет. И даже, как вы можете удивиться, с косметической точки зрения практически нет разницы, я не знаю, видео, наверное, у нас вряд ли здесь пойдет. Ну, вот так вот выглядит операция после открытой геморроидоктомии. Поверьте мне, через несколько месяцев пациент уже практически не помнит, что он когда-то болел этим заболеванием. Считается наиболее радикальным методом лечения. И опять-таки на этом наука не остановилась. В связи с развитием циркулярных сшивающих аппаратов, которые широко используются в современной колопрактологии для создания колоректальных анастомозов, для создания анастомозов между другими отделами кишечника, один итальянец предложил использовать подобного вида циркулярный степлер для лечения геморроя. Как же это происходит? В полость степлера частично втягиваются геморроидальные узлы. Они затягиваются и создается циркулярный шов. Таким образом, часть этих узлов отсекается. Преимуществом считается достаточно малая боль по сравнению с обычной геморроидоктомией, когда остаются большие раны. Здесь этих ран нет. Здесь циркулярный степлерный край, который открытой раны нет. То есть боль намного меньше. С другой стороны, нет полного удаления геморроидальных узлов. Таким образом, вероятность возврата заболевания, возврата симптомов намного больше. Но многие пациенты предпочитают такой метод лечения. В плане лечения геморроя сейчас очень большое различие методов, хирургических подходов. Это все очень интересная наука, вплоть до того, что используются различные электрохирургические инструменты. Это биполярная коагуляция, ультразвуковой скальпель. И очень много исследований ведется по данному поводу на изучение эффективности того или иного метода лечения. И если поговорить немножко о другой области, тоже достаточно важная и большая в колопроктологии. Я, к сожалению, в сегодняшней лекции не смогу осветить все-все вопросы колопроктологии. Это невозможно. Но другая важная область – это колоректальный рак. И вы, наверное, удивлены, почему показана картинка, афиша очень нашумевшего известного фильма в прошлые годы «Основной инстинкт». Да потому что композитор, который придумал эту известную музыку, которая у всех на слуху, скончался от колоректального рака. Поэтому эта болезнь, она ходит среди нас. Сейчас в последнее время наблюдается резкий скачок увеличения заболеваемости колоректальным раком. В США, например, он выходит на второе-третье место. У нас в стране та же самая ситуация. И вы можете видеть, что с каждым годом, к сожалению, в нашей стране заболеваемость колоректальным раком все увеличивается и увеличивается. Соответственно, требуются специалисты, которые умеют и будут лечить эти заболевания, будут лечить этих людей, которые зачастую находятся в достаточно плачевном состоянии. Так как, к сожалению, пока еще скрининг колоректального рака в нашей стране находится на достаточно не очень развитом уровне, то очень много пациентов обращаются на запущенных стадиях заболевания. С этим связаны и высокие цифры летальности на первом году жизни после установки диагноза, высокая частота местного возврата заболевания и смертности от колоректального рака. В наших руках это постараться исправить, увеличить долю выявления ранних форм, так как лечение ранних форм колоректального рака – это достаточно благодарная, благодатная область, потому что практически в 90% случаев ранние формы колоректального рака удается вылечить совсем. То есть пациента избавить от любых последствий проявления этого заболевания в дальнейшем. То есть он может считаться фактически излеченным, что для онкологии достаточно редкий результат. И в основном это связано не столько с применением каких-то дополнительных методов лечения, но дополнительных в данном случае мы имеем в виду хирургии. Это не достижение лучевой терапии, не достижение химиотерапии, это как раз достижение именно хирургического метода лечения. Последние 20 лет произошли достаточно большие изменения в технологиях хирургических подходов к лечению колоректального рака, которые позволили драматическим образом изменить цифры эффективности лечения, в том числе и комбинированного лечения, значительно увеличить выживаемость этих пациентов и снизить риск возврата заболевания после операции. И опять-таки, если возвращаться к теме колоректального рака, почему он важен, еще один пример великого музыканта, которого все из вас наверняка знают, может быть, кто-то видел и был на его концертах, это Мстислав Ростропович, который, опять-таки, к сожалению, скончался от этого заболевания. Поэтому это заболевание, нельзя сказать, что оно коварное, оно хорошо поддается лечению и очень хорошо в настоящее время исследуется. Очень много нехирургических исследований по поводу изучения генетики колоректального рака, по изучению патоморфоза, причин возникновения, и, соответственно, ведутся работы по возможным вариантам воздействия на это заболевание еще до того, как оно приходит в клиническую форму. Исследуются различные гены, исследуются различные белки, которые участвуют в процессе онкогенеза. И, опять-таки, если вы знаете, кто это, Фрэнсис Крик, один из тех, кто основал вообще науку о генах, один из тех, кто открыл ДНК, опять-таки скончался от колоректального рака. Даже те, кто борются с ним, к сожалению, не застрахованы от этих заболеваний. Опять-таки, если раньше вся диагностика колоректального рака строилась на таких достаточно традиционных методах, в частности, здесь показана ирегография, это заполнение просвета толстой кишки барьевой взвесью, которая показана и контрастирует контур кишки во время рентгеновского исследования. Здесь вы видите дефект наполнения, который показывает нам на расположение опухоли здесь в слепой кишке, здесь в сигмовидной кишке, и также здесь в селезеночном изгибе, и дистальный отдел сигмовидной кишки, то эволюция пошла дальше, и, соответственно, сейчас широко применяются такие современные методы диагностики, в частности, для изучения местного распространения рака прямой кишки широко используются МРТ органов малого таза, которые позволяют с очень высокой степенью точности установить глубину прорастания опухоли в стенку кишки, показать ее расположение и отношение к другим органам малого таза, и, соответственно, более точно спланировать необходимую операцию, увидеть все фасции. Здесь показана достаточно ранняя опухоль, которая не выходит за пределы мезоректальной клетчатки. Кстати, термин «мезоректальная клетчатка» или так называемая «брыжейка» прямой кишки ни в одном, к сожалению, нашем учебнике по анатомии, нашим, я имею в виду русскоязычным, вы не встретите этот термин, хотя уже на протяжении 20 лет он используется врачами-колопрактологами, и уже показано, что выделение прямой кишки при опухолевых заболеваниях в пределах висцеральной фасции, то есть удаление единым блоком с так называемой «брыжейкой» прямой кишки сопровождается значительным улучшением результатов лечения. Это опухоль, которая уже подбирается к мезоректальной фасции, это мы видим на вот таких срезах поперечных, и, соответственно, хирург уже на предоперационном этапе может планировать какую-то операцию, и которая, возможно, потребует каких-то более радикальных границ резекции. Опять-таки по поводу хирургического лечения. У старшего поколения закрепился такой стереотип, что любая операция по поводу рака кишечника неизменно сопровождается выведением колостомы, и мы очень часто сталкиваемся с пожилыми пациентами, которые отказываются оперироваться, так как в их сознании закреплен стереотип, что эта операция закончится противоестественным задним проходом. Так действительно было в начале этого века, когда 90-100% операции возможно было провести только таким способом. В настоящее время все сместилось с точностью наоборот. До 80% операции возможно выполнять с восстановлением естественного хода кишечника, когда убирается часть прямой кишки, и формируется колоанальный или колоректальный анастомоз различными методами. Для этого используются и специальные шивающие аппараты, и ручным способом можно это накладывать. Это большая область, которая требует опять-таки дальнейших разработок, не все еще известно. Это вот то, про что я вам говорила. Если ранее прямая кишка удалялась таким тупым, как мы говорим, методом, то есть не острыми, ни ножницами, ни электрохирургическим, а это называлось прием-лодочка, то есть рвалось все, что там находится, неизвестно как, то есть хирург как-то так очень примерно там что-то выделял, это все кровило, это все заканчивалось рецидивами заболевания в 30% у 30% пациентов, то очень известный в настоящее время хирург Билл Хилт из Великобритании в 80-х годах предложил новую концепцию выделения прямой кишки под контролем зрения с сохранением мезоректальных лечатки, которые окружают мышечную стенку. И, соответственно, в этой мезоректальных лечатке сохраняются все лимфатические узлы, в которых могут содержаться депозиты опухоли. Если ранее они могли остаться за пределами операционного поля, то сейчас они все уходят вместе с препаратом. И только применение этого подхода, что было показано в различных рандомизированных исследованиях на большом числе пациентов, позволило значительно улучшить результаты лечения рака прямой кишки. Именно хирургия – это определяющий фактор в лечении колоректального рака. Вот как это выглядит. Это схема правильного удаления, то есть сохранения всего футляра вокруг прямой кишки и то, как это делали раньше. Неизвестно как. И вот как изменились результаты. Общая выживаемость на 15%. Местные рецидивы практически в 2-3 раза уменьшились. И стало возможно, благодаря широкому использованию новых технических устройств, в 80% случаев отказаться от сфинктероуносящих вмешательств. Немножко про новые технологии, которые мы используем в нашей практике повседневно. Это биполярные электрохирургические инструменты, это ультразвуковые электрохирургические инструменты, которые позволяют работать практически бескровно. Средний объем кровопотери во время операции 100 мл, даже при выделении крупных сосудов. Пересекать эти сосуды до 7-8 мм без использования любых дополнительных методов, без ниток, без клипс, без чего-либо. Это хирургия высокого уровня. Применение лапароскопических технологий, однопортовой хирургии – это все современное состояние колоректальной хирургии. Например, в нашем отделении, на нашей кафедре, примерно 30-40% абдоминальных операций выполняется с применением лапароскопических технологий. Опять-таки, наука не стоит на месте, и техника рвется далеко вперед. В частности, здесь показан новый современный ультразвуковой скальпель, беспроводной, который не сковывает движение хирурга, который не надо включать в рядом стоящий аппарат и запутываться в этих проводах. Это как мобильный телефон. Его можно брать везде, куда хочешь с собой, и работать спокойно на протяжении всей операции. Колопрактология – это хирургия высокого уровня. И для того, чтобы все это уметь делать, чтобы это все не практиковаться на пациентах, по всей стране начинают запускаться тренинг-центры. Один из них сейчас, один пока из двух, которые точно функционируют в нашей стране. В течение следующих где-то 3-4 лет планируется открыть их намного больше, до 80, как по планам Минздрава. Сейчас пока один из них функционирует на базе нашего университета. Это тренинг-центр, который позволяет научиться работать лапароскопически сначала на тренажерах и потом на специальных мини-свинках, выполнять любые виды операции, научиться работать с современными инструментами, степлерами и так далее. То есть почувствовать весь вкус большой хирургии. Ну и куда же мы идем дальше? Дальше мы идем к все большему и большему развитию технологий и внедрению их в нашу жизнь. Активно в колопрактологии используются роботические технологии. Вот здесь вы можете видеть, как используется робот-довинчи для выполнения операции на прямой кишке. Сейчас активно разрабатываются методы эндоскопического лечения ранних стадий колоректального рака, когда через колоноскоп удаляются маленькие опухоли и с достаточно хорошими результатами. Опять-таки для этого используются современные аппараты, которые позволяют в различных спектрах света дифференцировать здоровую ткань от больной. И хирургия становится все менее и менее инвазивной, все более и более мало инвазивной. Если ранее наши все операции заканчивались такими огромными разрезами от лобка до очевидного отростка, сейчас активно используются лапароскопии, когда мы имеем на животе всего несколько дырочек и потом следов от них. И уже несколько видов операции стало возможно полностью выполнять из одного разреза. Это очень важно для молодых пациентов, особенно для девушек, которые хотят впоследствии выглядеть так же, как и до операции. Это пример того, как мы используем технологии однопортовой хирургии и как через однопортовую хирургию можно даже удалять практически всю толстую кишку. Здесь показана операция при неспецифическом язвенном колите. Это операция выбора лапароскопия, которая позволяет удалить всю толстую кишку, сформировать резервуар из тонкой кишки, которая впоследствии будет играть роль удаленной прямой кишки у пациента. И опять-таки, это пока технологии будущего, но уже активно ведется процесс в данной области, когда вообще без каких-либо разрезов на передней брюшной стенке, возможно, в ближайшем будущем, либо не совсем в ближайшем будущем, мы сможем выполнять резекционные операции через просвет полых органов, через желудок, через прямую кишку и так далее. Вот такие роботы разрабатываются. Эти фотографии нам предоставлены корейскими хирургами, которые проводили мастер-класс по данному поводу у нас. Уже даже некоторые экспериментальные работы имеются в данной области. И пару слов о виртуальной колоноскопии, о которой, наверное, многие из вас слышали. Тоже такой достаточно современный метод. Пока, к сожалению, нельзя сказать, что очень точный, но пользуется большой популярностью на Западе, когда проводится КТ с контрастированием просвета кишки. И для того, чтобы не делать такой достаточно инвазивный метод исследования, как колоноскопия, достаточно спроектировать по контурам кишечника, провести такую виртуальную колоноскопию с помощью специального программного обеспечения. Создается такое 3D-изображение контура кишки изнутри и позволяет даже хорошо обученным специалистам находить даже маленькие полипы. Сейчас очень активно раскручивается на Западе и у нас в России. Что будет дальше, мы, к сожалению, не знаем, но мы можем надеяться, что колопрактология так и будет развиваться такими большими шагами. Очень активно внедряться будут технологические различные моменты, которые позволят нам все лучше и лучше лечить различные заболевания и делать результаты лечения все более эффективными. Спасибо. Инна Андреевна, спасибо большое за то, что Вы пришли к нам, рассказали интереснейшую лекцию. Надо сказать, что урология, мы вышли из урологии, очень близко находится к колопрактологии. Надо сказать, что на снимке, которую Вы предоставили МРТ, мы, в общем-то, увидели знакомейшую картину. Рак предстательной железы выявляется именно так же. И начнем с вопросов. Отдадим приоритет вопросам из интернета. Так вот, доктор спрашивает, какой процент рецидивирования геморроя после малоинвазивных методик лечения прошивания латексной кольца? На самом деле это все зависит от того, при какой стадии применяют эти современные малоинвазивные технологии. Показаны они при начальных стадиях геморроя. При начальных стадиях их эффективность достаточно высокая. Ну, где-то 70-80% в течение одного-двух лет после операции точно не забывают про симптомы того, что у них было до этого. К сожалению, многие, ну, не многие, но некоторые врачи стараются как бы в угоду пациентов, по их настойчивому желанию, они стараются и пытаются применять эти малоинвазивные методы лечения при уже достаточно выраженных стадиях геморроя. И в таком случае они оказываются уже малоэффективными. То есть, с одной стороны, врач и пациент хотят избежать большой операции, большого вмешательства, обойтись, как бы так сказать, малой кровью. Но, учитывая то, что стадия уже достаточно выраженная, к сожалению, этого не бывает всегда достаточно для того, чтобы справиться с симптомами. И такие пациенты много и много раз возвращаются к тем методам лечения. И, к сожалению, не всегда это заканчивается хорошо, то есть выздоровлением. Иногда лучше сразу прибегнуть к более радикальному методу лечения, но уж точно практически со стопроцентной гарантией. Еще, если можно, один вопрос. Он касается уже более молодых наших коллег. Каков путь врача-хирурга-практолога? У меня был слайд, к сожалению, он просто немножко был не в том месте, где он должен был быть. В нашей стране специальность колопрактологов, именно как отдельная специальность в рамках хирургии, была закреплена законодательством только в 1997 году. То есть ей фактически исполнилось 15-16 лет. Она достаточно молодая. Возможность получения сертификата колопрактолога имеется две. Первая – это через ординатуру. Это стандартно, как в урологии. Это два года обучения. При этом это можно сделать сразу после окончания университета, либо получив базовую специальность хирургии, либо имея базовую специальность хирургии через ординатуру или интернатуру, но со следующего года интернатуру уже не будет пройти такую краткую первичную переподготовку по специальности колопрактология. Сейчас это от четырех месяцев. И еще такой вопрос. Это уже тоже от меня. Касательно применения новых технологий. Робот-довинч, мы его хорошо знаем как в урологии, так и в гинекологии и в других дисциплинах. Так вот, если мы говорим о урологии, то простатоктомия – это одна из наиболее обширенных операций в урологии. Последние исследования говорят о том, что нет значимой разницы в лечении ракопрестательной железы роботом-довинча лапароскопической техникой и открытой техникой. То есть там разницы идут только по восстановительному периоду, так скажем, послеоперационному, а отдаленные онкологические результаты никак не отличаются. Вот что у вас в вашей специальности? Ну, у нас в последнее время такие же разговоры идут. Во-первых, первое, на что обращают внимание все, кто либо работал, либо слышал, либо как-то интересуются этим вопросом, то, что пока на данный момент эта технология монопольна. То есть она пока продвигается только одной компанией. Соответственно, эта компания заинтересована в том, чтобы распространять ее по всему миру. И проводятся такие исследования, целью которых является найти хоть какое-то преимущество этой технологии, чтобы ее еще больше и больше распространять. И те работы, которые есть на сегодняшний день, вот в частности лечение рака прямой кишки, которая пока сейчас находит применение в основном для лечения каких-то заболеваний в малом тазу, потому что там ограничение видимости, ограничение именно лапароскопического доступа из-за анатомических определенных обстоятельств, где роботоассистированные технологии должны помочь лучше сохранять нервы, лучше видеть, лучше работать с тканями. Это все, в принципе, пытаются доказать. Но вот каких-то значимых преимуществ, кроме преимуществ для хирурга, то, что хирургу просто во время операции ему не надо ломать спину, не надо там изъебать шею, не надо постоянно держать на весу руки, пока вот прям таких доказанных, достоверных пока нет. То есть когда спрашивают хирургов, которые активно работают с роботом и делают колоректальные операции различные, они пока отмечают, что, ну, возможно, пациенты раньше уходят домой, возможно, они чуть-чуть лучше себя чувствуют в послеоперационном периоде. В отдаленном периоде пока еще не накоплено такого достаточного опыта, чтобы достоверно возможно было оценить именно онкологические результаты, допустим, при лечении рака прямой кишки. Но, тем не менее, технология очень активно идет по миру. В Америке сейчас порядка уже, наверное, около 200 роботов установлено. В нашей стране, наверное, 20-30 уже, наверное, точно есть. Ну, будем ждать, что будет дальше. Сейчас пытаются различные исследовательские группы и коллапрактологов уже найти какие-то исследования, проводить, что более точно, более прецизионное выделение органа, возможно, с применением робота. Вот сейчас наш коллега из США, он вообще изначально итальянец, сейчас там работает в Нью-Йорке, он провел свое рандомизированное исследование и показал, что циркулярная граница резекции при использовании робота достоверно выше, чем при лапароскопических технологиях. Здесь, опять-таки, как это считать? Здесь все должны понимать, что статистика, она как карты разложишь, так и посчитают. Тогда еще один вопрос. В урологии активно в свое время начали распространяться роботы, и во многих регионах дело дошло до того, что роботы зачастую покупали неосознанно и нецелесообразно. Именно, да. То есть есть несколько северных регионов нашей страны, добывающих углеводород, и так вот там ставили эти роботы, и в результате получилось, что удаляли примерно 70, выполняли 70 простатоктомий за 3 года, и результаты онкологические были куда хуже, даже чем открытые операции в какой-нибудь областном центре. Ну, это связано с отсутствием опыта. Вот встречалась ли такая нецелесообразная закупка оборудования в практологии? Ну, об этом не принято, как бы так широко говорить. Все-таки, во-первых, это бюджетные деньги, которые должны идти по целевому назначению. Конечно, проблема такой, это так называемое кривое обучение, или learning curve, она есть в любой новой технологии. То же самое сначала было из лапароскопической хирургии, когда в 80-е, в 90-е годы, когда только она активно внедрялась, все тоже воспринимали ее в штыки, и ее мотивировали как раз тем, что открыто это сделать, во-первых, в 3 раза быстрее, в 2 раза лучше, и вообще как-то... Ну, потихонечку, потихонечку она стала завоевывать, когда появились программы обучения, когда обучение стало более доступным, когда появились новые технологии, которые позволили преодолеть различные сложности в лапароскопической хирургии. Сейчас, по тем исследованиям, которые у нас есть на настоящий момент, показано то, что лапароскопическая колоректальная хирургия, в частности, по поводу колоректального рака, по отдаленным результатам, по непосредственным результатам, как минимум не отличается от открытой хирургии, а по некоторым параметрам и лучше. Ну, в частности, по косметическим результатам, по непосредственным послеоперационным результатам, но по отдаленным результатам показано, что разницы нет. То есть, как бы, технологии равнозначны в онкологическом плане. С робот-технологиями достаточно сложно, потому что, опять-таки, зависит от того, в чьих руках эта технология находится. Очень много работ выходит из восточных стран. Это Корея, Япония, где очень много роботов, где они до 80% вообще своих всех операций делают с помощью роботов. Когда большой опыт, когда человек знает, как это делать, когда, конечно, соответственно, результаты будут хорошими. Если опыта нет, даже не столько опыта, сколько постоянная такая практика повседневная, если этой практики нет, то даже результаты открытых операций будут намного хуже, чем стандартно у тех людей, которые это делают чаще и больше. Вот, по крайней мере, у нас установлен вот такой порог, что человек-хирург, просто хирург или колопрактолог, который оперирует менее 20 операций по поводу рака прямой кишки в год, он как бы, ну, по сути, у него результаты значительно хуже, чем у того, кто оперирует больше 20. То есть 20 – это тот порог, который разделяет хирурга, в котором, в принципе, это не надо делать, а тех, кто это может и должен делать. В принципе, то же самое с роботами. Если вот какой-то порог есть, если нет потока таких операций, которые хирург делает с помощью робота, то либо надо его увеличивать, либо надо отказываться, наверное, от этой технологии. Ну, вот я именно об этом и спросил, потому что мы являемся сотрудниками института урологии и главного учреждения урологических сфер, и мы именно и занимаемся вот этой подборкой и правильной логистикой пациентов, чтобы в каком-то конкретном центре имелось достаточное количество пациентов для качественного выполнения операций. Такий вопрос заключался в том, есть ли вот в России вот в проктологии такие методологические? Нам, по крайней мере, именно российские данные неизвестны. То есть мы именно вот с такими, с применением робота... Вообще сейчас пока в России робота для колоректальных операций не очень широко используется. В основном его берут как раз урологи, чуть меньше гинекологи. Это больше пока ваше прерогатива. Пока еще пытаются найти его применение в колопроктологии, вот в свете последних мировых данных, когда нет преимуществ, а очень большая затратность, то очень пока это все спорно. Но вообще как бы тенденция в сторону такой централизации не только урологии, но и колопроктологии она есть. Вообще доходит вплоть до того, что в Дании весь колоректальный рак, в Дании, Швеции, сейчас в Нидерландах, подходит к тому, чтобы колоректальный рак имели право лечить только определенные врачи в определенных клиниках. То есть не абы кто там, кому первому попалось. А вот есть такие, так называемые, референс-центры, у которых вот этот вот большой поток, то есть которые оперируют больше определенного числа в год, которые это делают каждый день, которые умеют это делать, они этому обучены. И в этих клиниках результаты лечения лучше. В Дании те больницы, которые лечили мало, им сейчас запрещают лечить колоректальный рак, их перепрофилировали в какие-то там холециститы, грыжи, в общем, дали им какую-то область деятельности, другую. А всех пациентов направляют вот строго определенные клиники, где создается вот такой высокий поток и достигаются за счет этого хорошие результаты. Это то, о чем в 2011, по-моему, году говорил Вероника Игоревна Скворцова, о цеховом принципе в медицине? Ну, возможно. Ну, Дания страна-то, которая очень маленькая, там это быстрее и легче сделать. У нас это связано с нашими пространствами, с нашими особенностями нашей страны. географическими. Да, но надеюсь, что у нас это тоже когда-нибудь возможно будет применять. Если можно, еще последние вопросы за аудиторию. Просто очень хотят задать. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Александр Печеркин, ординатор первого года НИИ урологии. Значит, вопрос, в первую очередь, теоретический, в большей степени, чем практический. Вот как бы кружок все-таки междисциплинарный, да, и вот именно значение, взгляд на геморрой, допустим, как интегративную какую-то проблему, да, вот какие предпосылки все-таки есть к его формированию, да, вот есть такая теория, что, допустим, это слабость там стенки, да, сосудистой, там есть такое заболевание, ну, и как генетическая особенность, как там синдром слабости соединительной ткани, да, при котором, как бы, который может привлечься различными нозологиями, то есть в отличных областях медицины, то есть это может быть и пролапс какого-то метрального клапана, да, то есть чисто кардиологическая проблема, это может быть геморрой, грыжи, варикозное расширение вен, там, нефроптоз, встречались ли, как будто, может быть, ваш взгляд на эту проблему, на эту теорию и встречали бы, может быть, в клинической практике пациентов, у которых имеется комплекс, может быть, заболеваний, точка приложения или как бы единая цепь, вот именно педагенетическая имелась бы. Место быть. Ну, должна сказать, что единой теории возникновения геморроя нет. Все еще, несмотря на то, что заболевания уже несколько тысяч лет, до сих пор не могут прийти к какому-то единому мнению, как же оно все-таки возникает и с чем оно связано. Ну, пока основная теория это все-таки не именно генетическая, хотя, на мой взгляд, она тоже имеет место быть, но не у подавляющего числа пациентов, у какой-то определенной достаточно маленькой группы, потому что распространенность данного патологического состояния, она не такая высокая. Все-таки больше связывают теорию развития геморроя именно с факторами внешней среды, с факторами образа жизни, ну и какими-то предрасполагающими факторами, в частности, с наследственностью. Возможно, имеются какие-то вот такие проблемы со стенкой венозных сосудов, с какими-то вот именно самим строением геморроидальных узлов, которые, возможно, передаются по наследству, потому что достаточно часто мы видим то, что у родителей и у детей на определенном этапе жизни возникают примерно одинаковые проблемы. То есть мы можем предполагать, что если у родителей была эта проблема, то что у детей при соблюдении определенных факторов внешней среды, то есть это сидячий образ жизни, когда нарушается отток из области малого таза, это избыточные физические нагрузки, например, там подъем тяжести или постоянное какое-то повышение внутрибрюшного давления, это запоры, что опять-таки приводит к постоянному хроническому повышению внутрибрюшного давления плюс механическому давлению на область анального канала. Это все такие очень мощные факторы, которые приводят к тому, что геморроидальные узлы, с которыми мы как бы все рождаемся, которые у нас есть, но они находятся в таком спавшемся виде, они начинают увеличиваться, то есть кровь в них застаивается и, соответственно, это все такой запускается замкнутый круг, который может катиться только в одну сторону, назад он откатиться уже не может, то есть однажды увеличившись, эти геморроидальные узлы назад спастся в свой первоначальный вид уже не могут. То есть здесь очень важное значение играют именно факторы внешней среды, образ жизни, питания, в общем, все то, с чем мы сейчас активно сталкиваемся, то есть западный образ жизни. Показано, что вот в таких малоразвитых цивилизациях, в Африке, в каких-то племенах такой проблемы практически нет. Учитывая ту профилактическую направленность, которую наша медицина сейчас приобретает, в дерматовенерологии есть несколько четко разделенных типов кожи, но в зависимости от типа кожи можно предсказать, к 30 годам будут морщины, лучше лечить тем-то, тем-то, гиалурон, кислота, еще что-то. Такого нет. И связи с типами кожи, соединительной ткани. Ну, таких работ, по крайней мере, я не видела. В основном наука пока нацелена именно не на профилактику, а на лечение. Может быть, это более выгодно, чем с экономических точек зрения. Именно с экономических. Видите, сколько много разных технологий, которые каждая компания пытается продавить на рынок, завоевать какую-то долю рынка. Потому что очень востребовано. Ну, и плюс особенность нашего, может быть, российского менталитета, и не только российского, что пока вот жареный петух не клюнет, куда надо. Никто не перекрестится. Никто не перекрестится, да. А клюет, как показывает практика, достаточно поздно. Понятно. Спасибо большое вам, Инна Андреевна, за то, что вы сегодня пришли к нам, за то, что рассказали нам об интереснейшей теме. Действительно, было очень интересно. Мы все вспомнили и институтские годы, когда проходили кафедру хирургии, и нам это все рассказывали. Еще раз спасибо большое. А с нашими зрителями мы прощаемся. Поздравляем всех уже с Новым годом. Следующее заседание намечено на январь. Дату вы можете более уточнить позднее на сайте медноук.ру. Итак, уважаемые коллеги, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok